Здравствуйте! В эфире Домовой Совет. Мы научим защищать вас свои права и расскажем, как не попасться на удочку мошенников. В студии Артём Серов. Смотрите в выпуске. Чудо-кастрюли, омолаживающая косметика и даже крем для интимных мест. В России новая волна лохотрона. Жертву фирм разводил в основном доверчивые пенсионеры. У меня такая была истерика, я думаю, я скончаюсь. Глазомер подвел. На железнодорожной станции Пупышева в Ленинградской области при строительстве новой платформы железнодорожники ошиблись на 40 сантиметров. В результате люди из вагона выпрыгивают на бетон. Вот на таком расстоянии прыгать приходится. Кредитная кабала на ненужные покупки. В России фиксируют новую волну так называемых лохотронов. Изо всех регионов нашей страны поступают сотни жалоб на самые разные фирмы-разводилы. Предприимчивые бизнесмены навариваются, как правило, на доверчивых пенсионерах. В итоге старики отдают последние крохи, чтобы купить в кредит ненужную посуду или даже крем для интимных мест. У меня требования, чтобы их вообще отсюда смели. Четыре десятка разъяренных пенсионерок настроены более чем решительно. В центре Кургана они устраивают стихийный митинг. Все эти женщины стали в буквальном смысле жертвами красоты. Каждый из них продали вот такие чемоданы с косметикой. Причем за ненужную покупку пенсионерки выложили от 60 до 130 тысяч рублей. У меня два набора. Один для лица, другой для интимных мест и от целлюлита. Оба стоят по 65 тысяч 50 копеек. Позже выяснилось, косметика куплена в кредит. Причем освободиться от кабалы непросто. Чтобы вернуть чемоданы, жительницы Кургана отправляются в салон Лаура. Но там им явно не рады. Я хочу расторгнуть эту. Эту что? Договор. Идею, договор. Не нашу идею. Заключал его кто? Давайте начнем с этого. Ваши косметологи водили меня целых три часа. Куда вас водили? По кабинетам. С косметикой с вашей. В кредитное рабство все женщины попали по одной схеме. Дам заманили в салон под предлогом бесплатных процедур. А в кабинете косметолога обработали по полной. И физически, и психологически. Затем, как под гипнозом, все они подписали какие-то документы. Уже дома женщины поняли, это кредитные договоры. И таких фирм разводил в России сегодня огромное количество. Находчивые предприниматели навариваются не только на косметике. В Воронеже фирма Эколайф хитростью вынуждала клиентов покупать дорогостоящие кастрюли. Зоя Малышкова, сама того не понимая, отдала за чудо-посуду семь своих пенсий. Когда я начала читать договор, и когда я увидела эту баснословную сумму, я сейчас уже говорить об этом не могу. У меня такая была истерика, я думала, я скончаюсь просто. Как выяснилось, фирма Эколайф работает очень просто. Людей приглашают на лекцию о здоровом питании, где невзначай рекламируют чудо-посуду. Затем клиенты оказываются в списке победителей загадочного конкурса, где призом служит огромная скидка на кастрюли. Вам, только вам, сегодня крупно повезло. Вы можете приобрести три предмета за 54 тысячи, а стоят они 120 тысяч. Валентина Шатунова стала еще одной жертвой фирмы Эколайф. Уже дома она поняла, что попала в кредитную кабалу, и теперь будет платить по 4 тысячи рублей в месяц. Лишь чудом пенсионерке удалось победить кастрюльную мафию. Вместе с юристами Центра защиты прав граждан она расторгла договор и вернула потраченные деньги. По словам психологов, попасться на удочку находчивых предпринимателей может каждый. Причем бизнесмены не применяют гипноз, они просто играют на слабостях человеческой психики. Есть такие особенные места, когда люди особенно доверчивы. Это кабинет врача, это кабинет массажиста, это кабинет косметолога. Люди расслабляются, и человеку, сидящему в таком кресле, в общем-то делают что-то важное для него, что-то приятное. И в этой ситуации внушаемость человека повышается. Тот, кто обо мне заботится, тот вызывает у меня доверие. Находясь в таком состоянии, человек может подписать любую бумагу. Поэтому психологи советуют не слушать сказки, а буквально включать голову и внимательно читать все документы, особенно пункты, написанные мелким шрифтом. Кстати, сами находчивые дельцы обманщиками себя не считают. Так слон красоты Лаура подал в суд на наше издание домовой совет только за то, что мы несколько месяцев назад раскрыли людям глаза на тайные схемы косметологов. Данная организация посчитала, что ее честь была нарушена. И обратилась иском в суд и оценила нарушенную свою честь аж в 100 тысяч рублей. Эту историю уже взял на контроль депутат Госдумы Сергей Миронов. По его поручению составлен запрос заместителю генерального прокурора России Юрию Пономареву с просьбой изучить деятельность салона красоты Лаура. Работу фирмы уже проверяет прокуратура, Роспотребнадзор и полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Каждая поездка из Санкт-Петербурга в деревню Пупышево для садоводов и дачников – настоящее испытание. Платформа на станции расположена настолько низко, что при выходе из вагона людям в прямом смысле приходится прыгать на бетон. Каждая поездка на дачу для них – испытание. Вместо того, чтобы отдыхать за городом, садоводы вынуждены рисковать своей жизнью. Железнодорожная платформа расположена настолько низко, что при выходе из вагона люди даже ломают ноги. И эта мелочь способна покалечить население целого мегаполиса. Каждое лето на станцию Пупышево приезжает порядка полутора миллионов человек. Сейчас как раз шли люди и жаловались все. То есть они друг другу помогают спускаться. А иначе здесь это получается не обустройство дорог. А вы меня, конечно, извините. По-моему, это называется вредительство. Вредительство началось четыре года назад, рассказывает Лидия Ковмир, член правления садового товарищества. Тогда провели капитальный ремонт станции Пупышево. Раньше железнодорожная платформа была вровень с выходом из поезда. Но строители опустили ее на 40 сантиметров. Садоводы обратились в РЖД за разъяснениями. Железнодорожники факт нарушения признали, однако пассажиры продолжают рисковать жизнью. Особенно трудно приходится мамам с маленькими детьми и пожилым людям. С электрички уже ноги сколько бы переломали. Вот на таком расстоянии прыгать приходится. Проверяющие лица, мне кажется, здесь не были, а им было бы полезно. Увидеть, как пассажиры падают. В поисках справедливости женщина отправилась в Центр защиты прав граждан. Специалисты обратились в транспортную прокуратуру и Ространснодзор с требованием провести проверку в отношении руководства дирекции РЖД, которые не спешат устранять нарушения. В том, что здесь окажут поддержку, она не сомневалась. Несколько лет назад депутат Госдумы Сергей Миронов уже помог Лидии Федоровне. Я Миронову благодарна, даже он мне как-то помог несколько лет назад в Рыбацкое обустроить остановку у кольца трамвайной линии. Я благодарна ему, признательна. Не отказал Сергей Миронов и в этот раз. Он внимательно изучил проблему и пообещал помочь местным жителям. Ума сделать заподлицо с дверью электрические платформы не хватило. 40 сантиметров. Люди падают, люди ноги ломают. Это же, слушайте, это вредительство. И все делают вид, что кого-то ничего этого нет. Обязательно найдем порядок, заставим все это отремонтировать. Выгнали на улицу без копейки в кармане. Работники МЧС в Новосибирске попали под сокращение и остались без выходного пособия. Как отстоять свои права и добиться заслуженных выплат в нашем следующем сюжете. Людей на улицу выгнали. Ну, это же не частная даже организация. В частных организациях кто с этим не шутит. Бросили на произвол судьбы без копейки в кармане. Евгений Калинин не успел проработать в МЧС и полугода. Как из обычного инженера, его повысили до заместителя начальника части. Еще через полгода пожарного неожиданно сократили, не заплатив выходного пособия. Сказали нет денег и все. Ну, то есть мы месяц перебивались там, как могли. Не знаю, там, ну, я вот на съемной квартире жил, и тяжело было. Вместе с Евгением под сокращение попали еще несколько человек. Им также не выплатили выходного пособия. С криком о помощи Евгений Калинин обратился в Центр защиты прав граждан. Я предоставил уведомление о сокращении, затем приказ, копию приказа и копию паспорта своего. Дальнейшие действия уже ваши специалисты проводили, мы даже там не участвовали. Заявления никакие мы не писали, они, ну, помогли эти все документы оформить. И с нашего согласия, и все. Специалисты Центра составили заявление в трудовую инспекцию и отправили по электронной почте. И буквально в считанные дни Евгений получил свои заслуженные 24 538 рублей. Сначала заместитель звонил, потом начальник центра и сказал приезжать, я вам деньги выплачу. Важно знать, при сокращении или увольнении, помимо всех положенных выплат, вам дополнительно полагается выходное пособие в размере средней заработной платы. Если в течение второго месяца вы все еще не нашли работу, вам обязаны выплатить пособие и за второй месяц. Для этого с заявлением и трудовой книжкой нужно обратиться к прежнему работодателю, чтобы знать, как действовать людям, попавшим в такую ситуацию. Юристы Центра защиты прав граждан разработали специальную инструкцию. Четко прописано, что нужно делать, когда тебя пытаются сократить с работы. И самое главное, а имеют ли они на это право. Я бы посоветовал зайти на сайт справедливо.центр, и там вы увидите, как защитить свои интересы при увольнении, при сокращении или при задержке заработной платы. Более того, есть такая категория работников, которую в принципе нельзя сократить. Это беременные, женщины с ребенком до трех лет, одинокие матери, воспитывающие ребенка до 14 лет, а если в семье инвалид, то и до 18. Нельзя сокращать и единственного кормильца многодетной семьи. Это был Домовой совет. Смотрите нас. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok